Чернобыль Чернобыль – это вообще-то крупнейшее сокрытие информации на всех временных народов. У меня из-за Чернобыля погиб тесть. Объявили с 29-го, он жил как раз под Киевом, в лесной обуче. Авария произошла 26-го. Он три дня работал в огороде. Теще, слава богу, молодым она выжила. А он забрел раком и скоропостиженную. То есть, его день и ночь поливала осадками. Дожди, как прошли. Затем я был главным биологом объединения «Таёж и аморгиология». Это первые два курага. Мы как раз изучали практически последствия заражения после Чернобыля. Как раз в веснах «Буча» оказалась зоной выпадения этих осадков чуть ли не первоочередной. И ряд районов Киева. Поэтому вот здесь вот просто за одно это Горбачева надо было бы расстрелять. Именно он делал всё это. Но мы не расстреляем команду. Мы не расстреляем, но, по большому счёту, он должен сам бы расстрелиться. Это тысячи, я думаю, десятки тысяч людей просто погибли из-за того, что он вовремя не сообщил. То есть если бы он сидел дома эти три года, там, в самый пик, и таких людей миллиардов. Это же весна работы на земле как раз, апрель-марь, особенно на Украине и Беларуси. Поэтому Чернобыль в этом плане совершенно недопустимая вещь с точки зрения сокрытия вот такой информации. Это раз. Комиссия, которая там работала, всё свела на человеческий фактор. Я считаю, что это теоретически невозможно. Специалисты тогда подбирались совершенно по другому принципу. Дисциплина ещё существовала. И человеческого фактора там никакого не могло быть. Потому что даже сейчас человеческий фактор, по сути, ни разу не сработал. Ну, кроме неправильного проектирования вот этой самой японской станции. Её нельзя было в зоне Фукусима, нельзя было в зоне цунами проектировать. Потому что цунами для Японии – это вещь абсолютно обычная. И поднять её на 10 метров выше – ну, никаких проблем. Максимальная высота цунами зарегистрирована, по-моему, 30 метров всё. Постойко на 50-метровой высоте, и она спокойно бы сержала до сих пор. А так, второй удар был. Вот человеческий фактор пока только в Японии. Я считаю, и я об этом доложил в «Росатоме», о том, что именно взрыв водорода, аналогичный Сасовскому, привёл к катастрофе в Чернобыле. И чтобы этого не случилось в ближайшее будущее на станциях, которые находятся в Подмосковье, в Калининской первую очередь, в Новоборонежской. Ну, условно, тоже в Подмосковье. Всё я дал. Надо проводить постоянный мониторинг водородной угрозы и не дать водороду накапливаться. То есть он взрывается, когда накапливается под каким-то упором. Ну, это как котён. Водородоупор. Поэтому в этой позиции, я думаю, первые и вторые доклады МАГАТЭ – это подгонка фактов под какую-то теорию. Потому что по Сасову вообще пришли к городу, что оползли. Это какое-то оползень в чистой степи. Официальная версия. То есть катастрофа века, это катастрофа века вообще-то по большому счёту. Я думаю, её даже катастрофа British Petroleum не перекрывает. Осталась, по сути, толком не изучена. Вот эта вот концепция тоже хорошо, хоть на частном уровне её поняли в Росатоме. Чтобы это не повторилось, нужно ввести в обязательный перечень работ при строительстве, при эксплуатации станций и водородный мониторинг. Создать эти службы в МЧС в обязательном порядке. Буквально вчера ещё надо было. Потому что водород взрывается, взрывается регулярно, взрывается по всему миру. Францию мне жалко. Если он взорвётся там, у них 80% энергии. Это единственная страна в мире, идёт 80% за счёт атомной. И там это тем более… У меня даже есть мысль собрать французских журналистов и рассказать им об этой угрозе. Там, я думаю, эта ситуация прошла бы на порядок быстрее. Поэтому бросьте вот это выступление, будем считать, а через вас обращаюсь к французским журналистам, чтобы они восприняли всерьёз эту угрозу. Это очень серьёзно. К украинцам обратитесь. Ровенская АЭС, которую они заливают жидким стеклом. Я думаю, там карст разъедается водородом. Они об этом даже и не думают. И они, по сути, создают водородов. Жидкое стекло – это водородный экран. То есть они в стратегическом плане добьются обратного эффекта. Водород там будет накапливаться, фундамент накреплят, водород будет накапливаться и в конце концов он варит. Они втихаря там случайно не делают под слоем жидкого стекла всё-таки трубу, которая бы выкачивала в тихаря? Втихаря – вряд ли. Сложно? Сложно. Потому что всё-таки скважина на этаже. Главное, чтобы они знали, что эта проблема есть. Поэтому, может быть, бросите имя Украину. Сейчас же мы у них враги, но мне их всё равно жалко. Тем более сам с Украиной. Мы их за врагов не щеняем, просто у нас пытаются сделать врагами. Ну, у нас пытаются и делают. И делают активно. Сейчас назад отыгрывать лет двадцать понадобится. Двадцать лет мы шею не ловили. И лет двадцать теперь вот это поколение пока не повзрослеет. Причём активно нужно пропаганду вести. Поэтому с атомными станциями проблема существует везде, где существуют станции. Водород по всему миру идёт. Если можно вытерпеть взрывы типа САСовского. Хотя тоже, если бы он взорвался под хранилищем. Это САСов бы не было. Кстати, два огня пошёл бы ночью. Не все бы погибли, но счёт бы шёл на тысячи, может быть, даже десятки тысяч. Это просто летчайшее везение, чтобы взорвалось в четырёхстах метрах от районного нефтехранилища. В Чернобыле всем нам не повезло. Представляете, что до сих пор отчуждена площадь где-то сорок тысяч квадратных километров. Это больше практически в районах как Австрия. Целое государство вышло из строя европейское. И ещё будет надолго. Поэтому вот эта вот самая главная угроза. Её нужно в обязательном порядке оккупировать. Из катастроф. Вся сильная катастрофа легко переживая. Кроме потенциальной катастрофы вулкана Yellow Snake в Штатах. В любую секунду может взорваться. Точных методов прогноза нет. Беологи не могут предсказать когда этот самый супервулкан взорвётся. Что можно сделать для предупреждения? Возможно варианты? Никаких. Даже гипотетические. То есть там предлагают пробурить скважину и снять эту нагрузку. Так она может сыграть прямо противоположную роль. Как вот шарик надутый из нагрузки. Через эти же скважины пойдёт? Через эту скважину, как иголкой проткнул шарик, который в 100 лет был бы надутым. А так он взрывается. Примерно то же самое и здесь. Как вулкан в Люсии в Восточной Азии? Поэтому здесь совершенно вещь непрогнозируемая. А если всё-таки по краям этого пузыря находить какие-то щели потихонечку сдувать её? Проблема, которая не изучена теоретически, она не изучена теоретически и не может быть даже изучена. Потому что это нужно другой уровень цивилизации. Нынешний уровень цивилизации не позволяет нам изучать вулканическую деятельность на тех глубинах, на которых она идёт. Вся страна у нас болела польскую сферу глубокую. Это вообще жуткая была техническая проблема. Её курировал целый Советский Союз эту скважину, в 12-200. Десяток министерств координировали свою деятельность и так далее. Еле-еле её много лет бурили. И так не смогли басти на 15 километров мысленно пробурить. Поэтому вулкан мы... А здесь таких скважин нужны десятки, чтобы изучить этот самый вулкан. К тому же не ясно, как они сыграют на деятельность самого вулкана. Поэтому тут строить здания с повышенной устойчивостью к теплопадам, это опять же палеотив полумера. То есть, если этот вулкан взорвётся, это вообще реально. Он раз в 600 тысяч лет взрывается. Уже, так сказать, 700 тысяч лет с момента последнего взрыва прошло около этого. И поэтому он не может... Нет, это мой телефон. Поэтому он не может не взорваться, если просто когда. Он в январь взрывается. Три раза уже взрывался и взрывался. Сейчас там механизм простой. Накапливается давление. И когда оно... В общем, в последнее время там же произошли очень такие достаточно настораживающие события. Во-первых, разрушилось дороги. Во-вторых, звери ушли, кабаны и олени с парка. Вот это вот самый такой настораживающий признак. Потому что зверя не чувствуют. Во время цунами 2004 года, который там 500 тысяч погибло, не пострадал ни одно животное, которое не было в закрытом помещении, которое могло уйти. То есть, ни одна корова не погибла, которая паслась, ни одна кошка, ни одна собака. Они все покинули золу Гаверича. Которые не были привязаны. Которые не были привязаны, да. Которые не сидели там в закрытых помещениях. Которые имели возможность выбирать. Они все выбрали отход от моря. Только человек, как существо крайне неразумное, в том же Пхукете, когда море обнажилось перед цунами, оно всегда обнажается. Сейчас откат идет. Километра два. Они побежали искать рыб, изучать это. Когда уже на них пошла вола, там уже было поздно. То есть, жертвы Пхукета – это жертвы абсолютного невежества широких народных масс. Индонезия там трудно было уцелеть. Там мгновенно накрыло. А до Пхукета оно ушло несколько часов. И поэтому непонятны жертвы Африки. Но там вообще слабая система оповещений. Потому что дошла же волна и до Африки. Даже в районе Джабути 30 человек погибло. Но Колумба погибла. Волна, кстати, прошла совершенно, не заметив Мальдивы. Там, надо сказать, поднялась на пару-тройку ветра, схлынула и жертв там не было. То есть, она не заметила это препятствие. Если там были скалы, Мальдивы пострадали. Наверное, из-за рельефа шельфа плавно росла? Да, плавно ушло. Ну, там Карловые острова. Там острова. Волгоническое на нем Карлово. Поэтому, угроза номер два из реальных, которые могут всерьез повредить. Вообще ситуацию на земле. Штаты просто перестанут существовать в том виде. В 100-километровой зоне погибнут все. Вокруг вулкана. В 500-километровой зоне практически исчезнет сельское хозяйство. Оно станет непригодным для жизни. Тысяча километров вокруг. Практически сельское хозяйство погибнет. Почти все. Но это сам Бог с ним. Самое тяжелое, что вообще-то понизится температура планеты Земля градусов на 10. Это, по сути, катастрофа для сельского хозяйства, которая прекратит свое существование. В том виде, в котором мы его сейчас знаем. То есть, придется многое менять. Все менять. Представляете, что такое 10 градусов? Понижается средняя температура. Поскольку взрыв вулкана будет эквивалентен взрывов вулкана Тоба, который практически чуть-то уничтожил человечество. Оно прошло через бутылочное горлышко. Двухмиллионная примерно численность того населения, 7-4 тысяч лет тому назад, сократилось до 2 тысяч. Которые уцелели в районе как раз Афарского треугольника. Там активная вулканистская деятельность, которая спасла это человечество. Пали обезьяны еще по сути. И они питались за счет даров моря. Море не замерзло. Грелись в этих самых вулканов. Там есть вулканы, которые беспрорывно кипят. И поэтому горячие источники питались вот этими морскими дарами. Сейчас, естественно, ситуация немного лучше. И уцелеют никак не менее миллиарда. Но в порядке 6 миллиардов имеют все шансы погибнуть при взрыве вот этого вулкана. Это единственная угроза. Ее причем невозможно ни предотвратить, ни предсказать, не отодвинуть. Даже этот самый астероид. Любой, в принципе, теоретически его легко предсказать. Ну, достаточно легко. Они все считаны. Но теоретически его можно как-то ядерным взрывом скорректировать. И чуть-чуть, буквально на минуты, на секунды траекторию его поменять. И он уйдет мимо. С вулканами этого и будет. Ларин пробовал просчитывать по Виллоустону что-нибудь? Ну, это не его возраст. Он не подступался даже? Даже не подступался. Там же существуют целые институты, которые изучают. Геологическая служба ОСШ держит его на абсолютно постоянном контроле, на постоянном мониторинге. Все это компьютеризировано. Все это идет в абсолютном режиме беспрерывно. Он весь в датчиках. Ну, толку с этим датчиком? Но они что-то официально заявляют? Нет. Мониторим все нормально, не волнуйтесь. А сами данные не публикуют? Публикуют и не есть. То есть количество водорода, гелия, весло? Публикуют, но в такой научной печати, не в открытой. То есть в специальных журналах, типа Science там и прочее, Nature, Природа. Ну, примерно в таких. Официально за открытой они дают количество микро-земьотрясений. Это легко наблюдать. А все-таки динамику газовых водородиней они публикуют? Публикуют. Она в открытой печати, но специальной. Она народно неинтересна, но ученые все могут знать. Но это опять же ни о чем не говорит. По анализе вот как-то все-таки, согласовались с теориями какими-то? Да нету теорий. Теория вулканической деятельности какая-то и есть. Этих вулканов десятки, сотни тысяч. С учетом потухших. Или даже десятки тысяч, если взять потухшие. Обычные вулканы, конусные. А теория стратовулканов, по сути, ее нельзя даже обобщить. Потому что стратовзрывы они были предельно редки. Их, так сказать, всего десятка-полтора на планете Земля. За последние 100 тысяч лет действовала. И не Копчатский стратовулкан взорвался. И то в 1600 году. Когда там никого не было. И взорвался вулкан Тамбора в 1815 году. Это год без лета его даже назвали. Температура повысилась, понизилась. Причем в Европе. Индонезийский вулкан понизил температуру в Европе на полтора градуса. Причем основной удар по Франции пришелся. Там на два с половиной температура понизилась градуса. Вот его... Да, именно Франция почему-то. Революция там, Наполеон там. И понижение температуры после вулкана Тамбора тоже там. Это все примерно за период жизни одного поколения. 1792-го от революции. И лета 1816-го это Тамбора. Все на бедную Францию. У нас смутное время. Обязано вулкану со сложным названием. У Путина, Уваш, то что-то в этом роде. По той же ситуации. Он взорвался где-то в районе 1600-го года. И основной удар пришелся по России. Три года без урожая, по сути, подорвали Бориса Годунова. Позиции до нуля. Царевича Дмитрия это ему уже повесили в нагрузку. Главное, народ голодал. Царевич, если царь Борис Годунов, пытался как-то смягчить последствия вот этого взрыва. Но ему это не удалось. Он раздавал там чуть ли не бесплатно зерно из государственных резервов. Но резервов, естественно, на всех не хватало. И оппозиция, воспользовавшись этим, вверх на стороне, по сути, в полное разрушение. То есть вот, самое тяжелое последствие из зафиксированных, это как раз в России. Смутное время. Воздействие от этого самого вулкана. Механизмы переноса, механизмы воздействия, естественно, даже сейчас бы изучили. А 1600-й год, 1815-й, изучить их было просто невозможно. Даже метеорология как наука не существовала. Владимир Павлович, все-таки после таких вот серьезных тем, может быть, что-то оптимистическое? Потому что если смотреть все время только... Оптимистическая, вообще-то, катастрофа, это, так сказать, вещи, которые мы не контролируем, и поэтому надо на них совершенно плевать. Как говорили русские крестьяне, да, абсолютно, я прям совершенно спокоен катастрофам. Это знаю почти все, что можно знать нормальному человеку. Умирать собрался, а зерно сей. А рож сей, да. А рож сей. Вот это принцип абсолютно универсальный. То есть будет катастрофа, не будет катастрофа, нужно спокойно жить, нужно расти в детей, нужно заниматься спортом, ну и так далее. Никаких этих замалочек нет. Относиться к катастрофам, как к фильмам Хичкока. То есть делаешь, что делаешь, и будешь такой. И будешь, что будешь, периодически смотреть всякие там ужастики. Народ любит ужасаться, это же... Адреналин. Адреналин, да. Вот зарабатывать, вот так сказать, подымаясь на горные вершины и опускаясь в самые глубокие земные пещеры, это как-то муторно. А вот почитать вашего брата-журналиста и ужаснуться, замечательно. Тут Гарри Губерман, есть такой товарищ еврейский поэт, сатирик, который очень... Одну из своих... У него Гарики, сборник издоров. Один из сборников Гарика, он назвал «Хорошо рассуждать о Голгофе, попивая коньячок и кофе». Вот примерно по этому принципу 90%, 95% населения и живут, и надо жить. То есть журналисты запугивают, народ смотрит, адреналин повышается и занимается спокойно делом. Любовью. Ну вот, чтобы мы не запугивали... Любовью нельзя заниматься, кстати. Любовью надо жить. Вы эти мосты не смотрели, когда в 90-е годы? Вы не смотрели, вы были, так сказать, еще тогда, в незрелом возрасте, если вообще были. 1989 год. Я была, я была вот такая. Там первый российско-американский мост, советско-американский. А секса у нас нет. Так это абсолютно правильный ответ. В Советском Союзе секса в самом деле не было. В Советском Союзе была любовь. Понятия секса... Договаривать нужно, да? Конечно, да. Понятия секса не существовало. Это у этих идиотов секса, давай займемся сексом, займемся выполкой стали, займемся сексом. Вот это девальвация любви. К сожалению, вот это самое паршивое, что привнесено с этого самого гниющего Запада. Да. Я предлагаю, отталкиваясь от темы любви на такую же достойную тему, оптимистический проект водородной энергетики. С чего-то надо начинать, хотя бы вот с первого шага. Первый шаг сделать, чтобы потом все-таки было, когда двигаться. Первый шаг. Первые пробные скважины. Ваши соображения, какие-то просчеты, какие-то предположения, наметки. Есть предположения, есть наметки. Чуть подробнее. Какой регион? Какой регион? Регион. Это европейская равнина. Глубина? Да. Глубина 1300 метров этой скважины будет. В принципе, по ожидаемым параметрам этой скважины, мы их сейчас, кстати, просчитываем. Это же, по сути, пробурить первую скважину на водород и то же самое, что побурить скважину на Марсе. Или на Луне. Абсолютная неизвестность. Это никто не видел. Но прибросили по тем данным, которые у нас есть, что она будет в три раза эффективнее газовой скважины. И в три раза дешевле. 0,11 рубля стоит водород с этой скважины. И 0,4 рубля за киловатт потенциальной энергии в электричество мы перевели будет. Стоит газовая. Предположительно. Что думаете? Водород сжигать на месте, выработать электричество, подавать или сжижать его? В принципе, здесь будет много. А водород в силу его широчайшей распространенности именно на русской платформе, ну и в Сибири тоже, по сути, позволит решить, когда он войдет в нормальное состояние, выйдет с экспериментальной фазы. Он позволит решить проблему электроснабжения местного, локального. Как сейчас сделано в Мали, уже три года деревушка малийская французской компанией освещается электричеством, полученным за счет водородной скважины. 109 метров хороший. Маленький дебит, где-то там 100 метров кубических в сутки. Они просто водород сжигают? Они на водородную турбину бросают. На турбину? Да, в принципе, это все разработано. КПД получается больше, чем при сжигаемое? Больше существенно, да. КПД там высокий. Так что этот уже три года эксперимент проводится без всяких теоретических обоснований. Затем самое большое применение водорода – это, по сути, смена всего, всей энергетики, всего автомобилестроения. По сути, бензиновые и прочие автомобили там лет через 30 будут просто раритетами и совершенно нансенсом. Потому что это экологически, они совершенно грязные, если назвать можно так, я думаю, можно. Их сменит экологически чистые водородные автомобили. Но для этого нужно водород добываться, чтобы этот водород получался на месте. Я думаю, что я был своими инициатором космодрома в Амурской области. Если бы я там оставался, он бы уже давно летал. Но меня Ельцин перебросил сюда. Журнал «Форс» взял у меня интервью к 20-летию организации мной космодрома в 94-м году. Ну, нужно, чтобы были здесь, чтобы здесь все летали. Хочет так. Вернули, да. Неважно. Космодром худо-бедно все-таки есть. Я сейчас смотрю, там в районе космодрома, в допустимых расстояниях, есть водородные эти выходы, водородные кольца. И поэтому, в принципе, я думаю, следующим шагом, я думаю, привлечь изучение водорода, перебросить в Амурскую область с целью снабжения дешевым горячим космодрома, где горячее нужно практически, дешевая энергия нужна беспрерывно. Так что водород, по сути, заменит нефть. Сейчас по Глазеву мы вступаем в шестой технологический уклад. Могу картинку бросить. Это всем известно. Это всем известно. Ну, это как бы популизм, а вот реально технологический, кто на уровне инженеров работает? Мы на уровне инженеров как раз и делаем. У меня в группе есть инженеры, которые практически лучшие в стране. Все эти просчеты не я делал. Моя задача – геология. Они сделали, то есть это хранение, переброска, транспортировка и так далее. Это все разрабатывается. И, кстати, там очень далеко продвинуто. Водородные автомобили существуют уже на уровне моделей. Получили дешевый водород. И все. И проблема решена. Поэтому весь вопрос сейчас упирается в а – косность и геологов, и всех. Б – это даже самое главное в явный и неявный бойкот лифтяных компаний, газовых, которым это будет по сути достаточно острым ножом. Что может сделать общественность? 140 миллионов человек, к примеру. Или вот хотя бы несколько сотен тысяч человек, которые смотрят на шкала. Вы хотите требовать референдума? Не баррикадь же строить? Что может? Общественность должна, во-первых, поменять курс в стране. Пусть она на счет этого. Политический. Политический и хозяйственный. По сути, все беды страны у нас из-за того, что у нас, как змеи, гамены из двух головы. Одна голова правильная. – Простой, Владимир Владимирович, можно сказать так? – Поменять курс, но главкому оставить. – Главкому, естественно, оставить. – Да. – Вот такой вот курс, который вокруг него крутится вот там. Сбивать курса, сбивать. – Сбивать. Без этого они будут теоретические. – Но эти механизмы, все-таки, они больше политические. – Они приезжают. – Ну что, выборы, ходить, гнобить депутатов, бомбить письмами. Слать им сотни и тысячи каждый день на этих самых информациях. – Требует рекомендуемого народного энергетика? – Кстати, почему я плохо отношусь к депутатам? Сейчас они прекрасно ведут себя, да и как и подавляющая часть населения страны. Вот я лично почему, лично явно. – Ну, и мы тоже. – Ну, вы тоже. – Ну, я за вас не могу. – Результаты-то их видны. – Да бог с ними с результатами. Это люди, которые… У них слова сами по себе, дело само по себе. То есть это мастера слова. Но если для Хазанова это приемлемо, или для Райкина раньше, заработал в Атимде, то для них это вообще не приемлемо. Я слушаю товарища Зюганова, к примеру. Вот недавно он выступал. Жириновский. Миронов. Ну, молчи про единую Россию, про правящую. Они очень убедительно рассказывают, как они бедно пекутся о народе. Как они переживают кризис. Как они вообще и… Утром бодрый брод, а экран не лезет в рот. И компот не льется в горло, как у Филатова, про Федота Стрельцева. Вот, например, так. Да. Ни один депутат ни рубля не вложил на спасение больных детей. Ни один. Я, так сказать, как-то вас слышу добро, и как и миллионы наших. Это посылаю там десяток сразу смс-ок. И мы таким образом спасаем детей. Ни один депутат не оказался от своей зарплаты. Вот та же компартия, которая печется о народе, и получает по 500-500 рублей сейчас в среднем, сказала, народ сейчас… Да, да, именно такие у них зарплаты. Депутат. Депутат, да. Депутат. Да. И сказал бы, вот мы будем получать половину, бог с ними, затраты. А вот 200 тысяч мы даем детскому дому номер 5 в Москве, и все наши депутаты на местах от половины зарплаты отправляют в детские дома, школы, интернаты, там, сироты, сироты, сироты. Я бы тогда понял, что люди что-то, так сказать, о чем-то думают. Это обычная демагогия, поэтому депутатский корпус с таким вот отношением к жизни народа. То есть они говорят правильно, делают ровным счетом ничего, и самая большая для них трагедия – это когда их личное благосостояние ухудшится. Благосостояние народа при этом может ухудшаться сколь угодно долго. Власть для них – это возможность, во-первых, конвертировать ее в личные льготы, во-вторых, конвертировать ее в собственность. Они преуспели и там, и там. А что в этом при этом будет с народными массами, это их как-то малое мнение. Поэтому, если интернет-сообщество начнет бомбардировать администрацию президента и тех же депутатов, я думаю, это как-то может помочь. По крайней мере, они будут работать не за совесть, а за страх, что их не выберут и так далее. А что ты сделал для спасения детей? Ну, вообще-то историческая практика показывает, что миллионы избирателей, они вот хватаются, если за ружье, то хотя бы за долетение, только когда совсем припред. Вот в Крыму 99% вышло на эти выборы, потому что там реально подпирал их, убивать начали. И плюс еще прикрывали их в зеленые человечки. А по всей территории Советского Союза это сложно организовать? Россия. Ну, мне бы не хотелось отделять, но давайте хотя бы по России. Ну, 140 миллионов человек вот просто так вот на улице не выйдет. И вот просто так вот на выборы не выйдет. Так и не надо выходить на улицу. Для начала. На выборы потребуется сложно. Нет, смотри, мы мыслим старой парадигмой. Мы уже снимаем, видишь, мы снимаем на миниатюрные камеры, а раньше приезжал целый автобус. Конечно. Сейчас есть интернет, и задача не выведения людей на улице. Это кстати ни к чему. Главнокомандующий зачищает страну, чтобы не было народных волнений. А в интернете, пожалуйста, если ты зафиксирован, если ты не скрываешь свое лицо, если ты оставишь свою позицию. На глобальную волну за 8 лет не было ни одного наезда. Конечно. Дело в том, что интернет и вот те средства связи, которые сейчас есть, дают принципиально новые возможности. Это в самом деле так. Это абсолютно право. Всякие революции теоретические, допустимые. Я прочитал как-то… Вы очень правильно хорошо сказали, извините, я перебиваю, что результатами революции никогда не пользуются те, кто их делает. Конечно. И Майдан тому пример. Никогда. И этому надо учиться. Никогда. У вас потрясающий опыт управленческий, поэтому каждое ваше слово очень ценно. Потому что, как одна из женщин в интернете высказала, что если я сажу свой автомобиль, выйдя на площадь, он у меня в Мерседес не превратится. Если я свою квартиру в коммуналке разобью, разграблю, выступая с Майданным настроением, она у меня в виллу на берегу моря тоже не конвертируется. Абсолютная правда. Результатами всех революций пользуются не те, кого уводят на улице. Не было в мире ни единого случая. Это закон. О том, что революция пожирает своих детей, это все слышали. Но это лидеры грызутся, когда взяли власть. Если революция неудачна, это мятеж. Удачная революция – самые серые личности, в конечном итоге уничтожают этих пассионариев, которые всерьез считают, что они заботились о благе народа и начинают, так сказать, конвертировать власть в благо, в собственность и так далее. Но и народ всегда жертва любой революции. Причем, чем величавее революция, великая французская, великая октябрьская, тем больше жертв среди этого самого народа. Великая октябрьская революция привела к падению валового внутреннего продукта где-то на 85%. Не говорю уже о 10 миллионах убитых раненых во время гражданской войны. Поэтому революция исключается теоретически. В этой связи Льву Толстому, нашему дорогому классику, которого знает каждая собака даже на гниющем западе, который вообще ничего не знает. Это не Стоевский, Толстой. Принадлежит теория именно ненасильственной борьбы, она ему принадлежит. Потом ее развил Ганди, потом ее развил Мартин Лютер Кинг, ученик Ганди, кстати. Это исключительно эффективное оружие. Весь народ в тюрьму не посадишь. Если весь народ начинает протестовать против кого-то или против чего-то, ему обязаны будут прислушаться. Причем не выходя на улицу, не провоцируя власть на обвинение силы и так далее. Здесь же такое оружие, как бойкот товара. Чем Кинг добился? Он призвал не ходить вначале в определенное кафе, где были надписи «Неграм и собакам вход запрещен». Да, вот это кафе в первую очередь обанкротили. Затем он призвал не ездить на автобусах, троллейбусах, трамваях, где были такие же надписи. Эти компании тоже обанкротились. И когда это, так сказать, приобрело массовый всеамериканский размах, а их там, слава богу, 30 миллионов, это серьезнейшие начали компании нести убытки. И практически сейчас у них маятник кончнулся в другую сторону. Негры, как их там называют, афроамериканцы, сели уже на голову белому населению. Так что сейчас уже белые начнут призывать не ездить в автобусах, которые владеют негры или афроамериканцы. Сейчас они уже требуют вернуть им упущенную выгоду за счет рабства. За что вырвали с родной Африки, с родной пальмы сняли и привезли в Америку на плантации. Но вроде бы белые пока отбиваются. Поэтому вот эти все вещи, они у нас в туне пока лежат, но они будут высокоэффективными, когда найдется, когда идея вот эта владеет массами. Не нравится тебе, лидер, не покупай. Знаешь, что у него там то-то и то-то он владеет. Игнорируй вот эти самые товары, которые этот лидер производит. Не нравится тебе этот депутат, мало того, что не голосуй за него, практически день и ночь дискомментируй его в интернет средства. Посылай ролики в YouTube. Это же по сути поколение стало абсолютно компьютеризированным. Даже люди за 60 уже по сути владеют компьютером. Уже компьютерами владеют от 5 до 60, до 105. То есть, по сути, человека, не владеющего компьютером, это уже почти невозможно встретить. Прогресс дошел, по сути, до всех, до любых точек страны, я думаю. И очень короткое время за счет быстрого распространения гаджетов. Да, за счет быстрого распространения гаджетов. По сути, нынешнее время приведет к полному отмиранию банков как таковых. Банки это, банки их останется, то есть. Но открывать счет, ходить в отделение, стоять в очередях. Аперационистки, кассиры, это все уйдет в прошлое? Это уйдет в прошлое. Да, потому что уже сейчас по мобильнику... Как извозчики, как извозчики. Да, по мобильнику можно 7 операций производить. Уже 7. Уже кошельки, уже цифровые деньги усилены. Поэтому и технология политической борьбы должна кардинально смеяться. Должен появиться теоретик. Политическая интернет-борьба. Вот чего не хватает в стране. А у вас, например, есть такие, хотя бы кто вырезы к этому? Я не занимаюсь политикой. То есть, глобальная волна, золотарев. Я не занимаюсь политикой. Я все время попытался традиционной политикой заниматься. Понял, что это бессмысленное совершенно занятие. Почему я бросил традиционную политику? Я же был лидером военной партии страны. Ни мало, ни мало. Сугубо штатский человек. У меня номером 2 был действующий командующий ВДВ. А военный не всегда командующий гражданский. Это понятно? Да. Тогда в политике. Номером 3 действующий адмирал, командующий Черноморским флотом, отбирал Балтий. Затем спецвойска, ветераны спецвойств входили в МПЛФ, ветераны авансы, ветераны МВД. То есть, практически штатских не было. И, естественно, мы проиграли, потому что, чтобы заниматься активно политической борьбой, нужно, чтобы тебя 17 раз в месяц показали в прайм-тайм на первых шести каналах телевидения. Интернет абсолютно не в счет. Интернет используется не для получения информации во многом. Для получения информации, для покупок, для игр. Вот именно телевидение. То есть, владея вот этими каналами, ты владеешь, по сути, ядерным оружием. В Китае, кстати, все эти средства информации объявил оружием и даже многотиражки контролируют заводские. Поэтому, если ты 17 раз появляешься, я потом уже теорию вопроса изучил, тебя через месяц 20% электората вспоминает. Если ты 17 раз не появляешься, ты считаешь, что ты и не выступал. Почему победил Небедь? Вы не победили. Ну да, оно еще было. Неважно. Тогда электорат смотрел телевизор, он и сейчас его смотрит. А интернет еще разбил? Интернет и рыба. Он победил, потому что день и ночь на всех этих шестих каналах крутили великолепно, сделал рекламу, вытаскнул какую-нибудь белугу с какой-нибудь амура рыбак и говорит, как живем мы плохо, надо бы человека. А то он говорит, я знаю этого человека. И там идет лебедь. Ну и так далее. Все хорошее, что может случиться, было привязано к лебедю, и это крутили беспрерывно. Это была просто сделка лебедя с Ельцином. Но гибель считаете случайной? Конечно. Случайной? Тот же генерал и считал, что он не уязвил. А вертолеты падают регулярно и все прочее. Поэтому никаких не нужно было даже специальных мер. Рано или поздно судьба. Просто никаких других нет. Поэтому, не владея телевидением, вот в обычной борьбе, ты всегда проиграешь. Интернет, я же еще раз говорю, интернет не для политической пока борьбы. Телевидение для политической. Для политической борьбы его еще надо приспосабливать. Что такое форумы? Форумы, так сказать, когда все ругаются со всеми. И кто лучше ругается, тот и побеждает на форуме. То есть там дебаты как таковые по сути отсутствуют. Там ты сукин сын, это в лучшем случае. Друг друга не слушают. Да, да. И, так сказать, друг друга никто не слушает. И поэтому форум это не... Когда утром семья останется пить чай, кофе в прай тайм, это с 7 утра и до 9, то как начинают. Они в обязательном порядке сидят перед включенным каналом, где либо 24, либо НТВ, либо 1, либо 2. В обязательном. Когда вечером они ужинают, это лучшее время с 17 до 19. У них тоже телевизор. И тоже эти каналы. Все это экзотика. Типа спорт, кино, мультфильмы. Дети сейчас мультфильмы смотрят, но они не гасывают. Дети у них любимые каналы очень хорошие. Поэтому телевидение, при существующей позиции, будет долго и нудно лидирующим средством воздействия на умы и воздействия на электорат. То есть нужна теория политической интернет-байды. Я обращаюсь через ваш канал. Пусть кто-то, кто помоложе, у кого есть серьезное политическое будущее, кто хочет серьезно изменить страну, сделает эту теорию. Есть великолепно разработанная, у меня даже пяток этих книг есть, теория революции. Майданов. Да, просто вот эти 180 методов поднятия широких народных масс. Один из них привожу просто. В 180 они жестко... Это шарф, по-моему. Шарф, да. Шарф. Ну или, так сказать, если любой человек станет, это практически проверено, у университета, вот утром студенты идут, самая такая незрелая и эмоциональная часть населения, и скажут, вот тут сидите, а ваш преподаватель убил там того-то, и вот сукин сын сейчас придет, а его сажать надо. Он сбил на машине ребенка, беременную женщину, еще там пять человек, скрылся с места преступления, потом все на митинг, чтобы привести внимание к этому процессу. У него дядя генерал, тетя дочь министра, он думает, выкрутиться, не дадим гаду выкрутиться. И, как правило, 80% студентов кидаются сразу же в указанную матризу митинговать против мерзавца-ректора, который сбил пять человек. То есть, кидаются на митинг не санкционированы? Не санкционированы, а их легко поднять. Есть методы методики, да? Да, по этой мере. И там таких методов 180. Так в Америке это работает? Да, везде работает. Это по всему миру работает? Это по всему миру работает. Это особенность психологии? Это особенность психологии. Потому, а, нейро-линвестическое программирование, это целая наука, она учитывает каждую возрастную категорию, она учитывает менталитет страны, менталитет расы и так далее. То есть, в деталях разработана теория, в деталях, которая позволяет совершать эти Хашемировые, Тюльпановые, Верблюжья-Калючкиевые и прочие революции. 19 минут остается. Но я так понимаю, все-таки Россия пойдет другим путем? А Россия всегда идет другим путем. Россия страна, которую умом не понять. Тот же Губерман дал такую фразу «Давно пора ядрена мать умом Россию понимать». Но это пожелание… Это пожелание Губерману, да. Губерману, оно невозможно в принципе. Россия – это страна, которая живет по своему алгоритму, к счастью. Россия… Можно добавить, и будет жить, и смотреть даже на взрыв Елоустона. И будет жить, и она будет жить сюда. Почему в России выработался свой менталитет? По двум причинам вообще. География в данном случае во многом определила российский менталитет. У нас были гигантские территории. Поэтому мы никогда не обустраивались на той территории, где живем. Если эти самые ныне сейчас полностью деградированные европейцы каждый клочок вынуждены были обустроить, у нас в деревне, в которой кончались пахотные земли, или там уроженность, пожалуй, они снимали все деревни и уезжали на 100 км дальше. А потом дальше. Да, и так до океана. И даже это не позволило им освоить все. Второе. Мы жили и живем в зоне рискованного земледелия. У нас по сути работа не работай, а от погоды зависит 60% урожая. Поэтому фатализм и вот эта Евдокимовская судьба. Помните, губернатор дается в актерах? Судьба, да. Это практически на подсознательном уровне. Раз судьба, то против судьбы не пойдешь. Это два. Третье. Наши люди привыкли работать во правильном режиме. Они полгода вкалывали не на жизнь, а насмерть, чтобы жить. А полгода валяли дурака. Отсюда все. Да, да, да. Зимой по сути крестьянство, а тогда оно было 90%, и лежало на печи и сочиняло сказки о Иване, о Щуке, о Счастливой Жизни, о Конте, Горбунке. Правда, Тиршо написал. Что из этого вытекает? Почему японцы производят эти чипы, микрокомпьютеры, китайцы? Это страна, которая выращивает и сажает рис. Это что такое? Три урожая риса. Это каждую рисинку в воду посади, каждую чуть ли не вручную прореди, потом сделай, сделай, сделай. То есть они привыкли к монотонной, однообразной, совершенно тупой, с точки зрения русского, работе. Россиянен может, так сказать, когда будет Аврал, он может в космос выйти, он может, так сказать, в одиночку пойти на ДОТ, на ДЗОТ и победить. Он может мобилизоваться и сделать какую-то работу, которую теоретически немыслимо сделать по западному менталитету. Пятилетку в три года и прочее. То есть, если бы наш народ доверял власти в полном объеме, и власть бы пользовалась доверием, и не получала по 500 тысяч рублей зарплаты, даже на паршивом депутатском уровне, лидер нации обратился по стране, автоматически мы город сегодня за год-два. Без валентов, по нашему менталитету. А Европа, Европа это сейчас, по сути, о новых Римской империи времен распада. Был ее дороги, была армия, была великая история. Ну, я так сказать, первая же пришедшая варвара, они уничтожили. Атила Бирч Божий, как вы помните. Поэтому, с Европой мне все ясно. Европы нет. Европа сейчас деградирована, и мне просто, я удивляюсь, это тупости людей бывшей республики Украины. Я в Харькове же родился. То есть, стремиться в Европу сейчас, это то же самое, что стремиться сесть в поезд, который летит в пропасть. Это должен быть круглым идиотом. Надеюсь, что украинцы могут, некоторые услышат, и поймут. Просто круглым. Поезд летит в пропасть, и уже, так сказать, несколько вагонов там скрылись, типа Греции и Испании, которые безработятся и все еще. А они, так сказать, бегут и уничтожают все, чтобы сесть в последний вагон и уже вместе со всей Европой в эту самую пропасть опуститься. Наверное, у них тайный замысел спасти греков и испанцев. Греков, испанцев, да, и все прочее. Поэтому Европа это ясно, Америка с ней тоже все ясно. То есть Россия, естественно, это будущее человечества, единственная надежда человечества. Но для этого мы должны сделать нормально вменяемую власть. То есть власть, в конце концов, должна быть не на словах за справедливость, а на деле. Власть не на словах должна заботиться о народе, а на деле. Вот эта вот олигархическая модель, которая, она абсолютно себя исчерпала, она абсолютно не нужна никому, ничего. Не даст, поскольку... Ну что такое это, сказать, Потанин, который задаром взял крупнейшее в мире с Прохорова месторождение норильский никель, и вдруг Прохоров покупает баскетбольный клуб, за мои деньги у него покупают, я этот никель разведывал, и строит там станцию метро в Нью-Йорке. Абрамович, которому ни за что ни про что досталась там куча нефтяных месторождений и прочего, покупает яхту, покупает Челси, и прочее, прочее, прочее. Хотя, та же Норвегия, которая нефтегосударственная, контрольный пакет государства, она живет припеваючи, чуть ли не на первом месте в мире, но на втором точно по социальным программам. Хотя у них там существует гестапо, которая забирает детей. Это тоже Норвегия. Её там даже называют гестапо, но я удивляюсь, норвежская общественность, которая не захочется забирать, просто ребёнок пятилетний жалуется, что мать его наказала. Приходит гестаповец со службы и забирает ребёнка, и отдаёт либо другим родителям, либо в приём. Целый бизнес. То есть это норвежские депутаты узаконили такую практику? Да, норвежские депутаты узаконили, и финляндские депутаты узаконили эту практику. Ясно, потому что мы не на такой ноте всё-таки слушаем этот разговор. Будущее человечество всё связано с социальными преобразованиями, и технологическими. То есть в области геологии, добычи, энергетики и прочего. Есть хорошие наработки у российских учёных, которые сейчас на уровне проектирования уже обсуждаются на семинарах Глазира. Будут в ближайшее время какие-то интересные семинары, куда можно прийти послушать, если не вопросы задавать, хотят послушать. Кстати, вчера вышла новость, что правительство или Путин открестился от политики Глазира. Да, я вчера это читал. Читали, да? Как вам можете вот это прокомментировать? А я вот это же комментирую. То есть у нас, по сути, пока правительство не поменяет курсы, и не начнёт следовать рекомендациям Глазира, они единственно правильные в данной ситуации. Он взял опыт Примакова и опыт стран, которые выходили из кризиса. Но у нас ничего не будет. И все эти наработки будут и теоретическими благими пожеланиями. То есть система, которая сейчас существует, не нацелена на рисковое улучшение экономического положения. Она считает, что она сама уцелеет и ладно, а народ уж как-нибудь перебьётся. Поэтому Глазирую здесь надо помогать, помогать и помогать. У него в ближайшее время будут семинары, которые можно посетить, прийти, поддержать, осветить нашим репортажем. Мы там уже залезем. Мы в авторник всем поговорим на эту тему. Сейчас 10 минут остаётся. Смотрите, канал «Глобальная волна» продвигает что? Начал я снимать семинар не холодной ядерной синтезы, а ритмодинамика природы. И учёные, есть единицы учёных, которые говорят, вот у вас книжка лежит на столе «Живая земля». Я знаком с этим товарищем. Извините? Да. Что ежесекундно происходит везде синтез элементов трансмутации. И солнце так работает, и на земле у нас так работает. И вот вы говорите, что необходимо разработать теорию интернет-движения, интернет-борьбы. Вот мне видится, мы направили свои усилия на создание в прямом интернет-эфире устройства одноразового запуска. И демонстрации в прямом интернет-эфире, чтобы люди могли это повторить. Если мы повторяем один элемент, мы показываем, что нет запретов использовать природу подобным образом. А дальше у нас есть возможность получать, синтезировать любые элементы. Но это совершенно иная экономика вообще для человечества. То есть о чём идёт речь? Предложить цивилизации, в целом цивилизация, новый вектор… Что бы мы сейчас не предложили, оно не будет воспринято. Это фотографии гор на плато Футоран. То есть вот горы, речки и вот как раз вот эти вот так называемые трапы, они показывают о том, какие технологии существуют в природе. То есть вот образование так называемых столовых гор, то есть когда вершины горы не полукруглые, не остырьём, не пик, а именно ровные, как столб, срезанные, как будто бульдузия. А вот у меня такое впечатление, что то, что мы видим, это рельеф от огромных роторных экскаваторов, а планета раньше была вот такая вот круглая, ну не круглая, а плоская. А это уже работа карьерных экскаваторов, которые оставили только вот в пике. Так что вообще плохая версия. И самое главное, вот эти ступени, которые… Как тебе такая версия? Особенно верху. Да, да, да. То есть мы это уже озвучили. Технологические следы. Это следы экскаваторов в прежней цивилизации. Да. Да. Значит, собственно… Чтобы мы сейчас не предложили, вас прием, оно не будет теоретически. Это не… Не, мы с вами беседуем. Понятно, что мы сейчас… Я должен же быть реалистом. Да, да, да. Меня вот эти вот вещи особенно напрягают, поскольку я… в своей деятельности… Но на прииск, если вам привезти установку, которая вырабатывает 20 кВт, вы же не… Завтра придет чиновник и скажет, а ты почему ее привез и не согласовал в 7 инстанциях? Да. Но граждане в своих домовладениях будут повторять… И в домовладение придет чиновник и скажет, ты нарушаешь экологию, согласуя в 12 инстанциях. Но если отмотать на несколько минут назад… Вы скажете, если большое количество людей на местах… Сейчас, секундочку. Установка – это сейчас. Давайте, в частности, не вдаваться. Да. Есть у авиации такая команда – делай, как я. Это исключительно правильная команда. Командир, который учит, он, так сказать, показывает маневр и обучаемый делает, как я. Поэтому… Это касается, кстати, и страны, и общности людей, и нации, и города, и так далее. Мы не можем сказать – делай, как я, потому что мы живем, так сказать, на задворках сейчас мирового процесса. Советский Союз мог сказать – делай, как я. И поэтому идеи социализма развивались. Поскольку мы… Ну, перечислять даже не буду. Мы освоили космос, мы строили плотины, мы имели самое социальное общество в мире. Во многом капиталисты переняли нашу область в социализации. Не было у них этого без Советского Союза. И уровень жизни после того, как рухнул Советский Союз, на Западе упал на 30%. Сейчас не работающая семья, где бы женщина не работала, по сути, не исключена. То есть раньше Советский Союз сдерживал, и платили больше, и права защищались, и профсоюзы не гнобились. Сейчас там идет жутчайшее наступление. То есть битва труда и капитала никуда не делась. Поэтому Советский Союз имел право сказать – делай, как я. Штаты в какой-то мере имели право это сделать. А если меня будут учить какой-нибудь Бангладеш, который, так сказать, питается дождивыми червями, это так образ. Они питаются Дорисом, конечно же. Ну, естественно, я пошлю хоть там на подсознательном уровне, хоть там трижды будут умные эти самые бангладешские ученые, может даже кто-то говорит о премии будет, какой-нибудь полезной. Он сбежит в Индию либо в Китай. То есть пока мы не наведем порядок у себя в стране, пока мы хотя бы вектор движения не наметим в сторону того самого народа, именем которого все клянутся, ничего не будет. Пока мы не уничтожим коррупцию, пока мы не уничтожим административные барьеры, пока мы не уничтожим этого чиновника. Ведь в Советском Союзе чиновников было на порядок меньше, чем в Российской Федерации. Посмотрите здание. Московская моря занимает здание СЭФ, раньше Совет экономической взаимопомощи, и здание на Тверской. Счетная палата занимает сверх отличное здание, где тоже там были какие-то совершенно другие организации на Зумовской площади. Парламентарии уже не знают, что будем еще построить, сейчас, слава Богу, не стали строить новый центр. Во мненниках? Что? Во мненниках они хотят строить парламентский центр? Они хотят, но сейчас вроде бы в связи с кризисом. Но до выборов точно не будут, а после выборов 4 года трава не расти начнут. По крайней мере, набережная уже отдельная. Поэтому, пока мы не создадим социальное, в самом деле, государство, пока мы не покажем, что мы являемся двигателем, все эти разговоры про высокую духовность – это в пользу бедных. Высокая духовность должна поддерживаться высоко духовным правительством, или, по крайней мере, оно должно бояться делать то, что не нравится народу. Вот сейчас вот ничего не значащий референдум в Нидерландах. 64 процента, там только рекомендательный характер имеют. У меня нет немалейших сомнений, что правительство не посмеет выступить даже за Украину. Потому что его не выберут в следующий раз, и гарантированно оно прислушивается. Кстати, начало распада Евросоюза. Поэтому мы можем изобретать все, что угодно. Представьте, что вот сейчас вот бы появился Королёв. Ну, что бы он делал? Что бы он делал? Кто бы ему дал спутник запустить первый? Кто бы дал ему Гагарину запустить? «Космодром» 22 года уже строил. Вчера появилась информация, что в базе подводных лодок забастовка идет обслуживающего персонала, который строит базу в Петропавловске. Не платят за оплату? Не платят за оплату. Да, в тот же случай. То есть начинается «Космодром 2» в Петропавловске. То есть страна, которая коррумпирована насквозь, никого учить не может. Пока мы не разберемся. Как управление? Завершая сюжет, нам остается буквально 4 минуты. 4 минуты остается. Вот вы хорошо так описываете. Там забастовка, здесь не платят, коррупция, еще что-то. И подавляющее большинство разбирающихся лиц говорит, ну как тут без первого лица-то? Ну с головы же все начинается. Почему, как бы, ну глобальная волна обвиняют, ну и кто оставит первому лицу? Вы видите какое-то объяснение? Не вижу. Первое лицо получается вдоль? Не знаю. Ну хорошо, понятно, не будем вас… Вас закроют. Я понимаю, да, вас закроют. Нет, скажем так, не вдоль, а в засаде. Вот. Хорошо, по-другому. Потому что я не понимаю, почему первое лицо не слушает глази. Он говорит, абсолютно продуманные, будучи советником первого лица, абсолютно продуманные, абсолютно взвешенные, не экстремистские вещи, которые бы… Примаков по этой методике гораздо большего кризиса 98-го года вывел страну за 8 месяцев. Всего-то на все. Пока еще есть такая возможность. Мы еще не перешли эту самую точку невозврата. По синтезу элементов, по новой научной парадигме, вы, как специалист в своей области, по геологии, неужели вы не натыкались, изучая породы, изучая… А зачем их синтезировать сейчас? Для чего? Для какой цели? Это приводоподобные технологии. Ну зачем? Что мы получим на выходе? Ну принципиально иной облик цивилизации – это то, что Россия может предложить миру. Вот я понимаю, что Путин знает об этих технологиях, а Глазьев не догадывается об этом. Если он воспринял даже вашу теорию, у него широко раскрытые глаза были, то понятно, что про семинар холодного ядерного синтеза он даже и не слышал. Слышал, наверное. Про холодный ядерный синтез слышали все. Если бы просто практических результатов там пока никто не видел. Да есть практические получения любых элементов. Цена, цена, цена. Вы открываете копейки из воды. Из воды образование элементов, при этом у вас еще на выходе электроэнергия. То есть затратной части ресурсов нету. Это совершенно новый облик цивилизации. Радикальные новые. Надо взять человека на глобальную волну, который занимается этой проблемой, и дать ему слово. А мы это уже снимаем, мы это профессионально снимаем, выводим людей с семинара холодного ядерного синтеза. Мы аккредитованы там. Окей, ну все отлично. Будет очень хорошо, если будет показан хотя бы первый результат. Пока не будет результата, отношение к этому будет как к теории умников-ученых. Результаты есть, вот доносим. 11.59. Не хотелось бы выйти минуты в минуту. Мы хотели бы договориться услышать от вас лекцию по Китаю, по ФРСу. Мы готовы раз в неделю прибывать и по часу заснимать, если вам удобно. Чтобы поддерживать проект нервной борьбы. Бросайте эту самую. Закрывайте. 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 У вас уже забылись. Док снято. Покажу. Закрылзагизм. Док снято шоу с think. Покажу в гости. Я dulu говорил. Закрохです.